По тысячам километров железных дорог, связывающих Россию, идет спецпоезд ЛДПР. Маленькие и большие населенные пункты страны отправились депутаты Госдумы от фракции либерал-демократов, волонтеры и юристы. И на каждой станции спецпоезд ждут с нетерпением и надеждой. В Ярославской области состав сделал три остановки. Сначала Любим, затем Данилов и, конечно же, Ярославль. Стоянка поезда недолгая, а успеть, выслушать, принять заявления, порой целые папки с документами приходится у многих и многих нуждающихся в помощи людей. Ведь для кого-то именно такая форма общения с депутатами Госдумы и является последней инстанцией. У ребенка это самое. Сейчас папа скрывается от алиментов и в розыске, но за квартиру борется. Я борюсь, чтобы ребенок не остался на улице. Вопросы, с которыми люди идут к поезду, житейские и во многом схожие. Некоторые приходят, правда, чтобы просто поговорить, поведать о своей жизни. Нет томографа. Уже тысячу. Не знаю, сколько там нет. Это было. В среднем на каждой станции поезд встречают от 500 до полутора тысяч человек. Люди приходят с проблемами. Мизерные пенсии, дорогие тарифы на услуги ЖКХ, разбитая инфраструктура. В сельских территориях люди жалуются на то, что закрываются детские сады, школы и больницы. Также люди жалуются на то, что они совершенно не могут понять, по каким вопросам, в какой кабинет им обращаться. Проблем, конечно, немало, но часть из них вполне решаема на местном уровне. Поэтому тут же на платформе работают ярославские ЛДПРовцы. Знакомятся, договариваются о встрече, чтобы уже затем решать, как и чем помогать. Те, кто действительно пришли на наши станции, это любим Данилов и Ярославль. Это люди с наболевшими проблемами. Здесь как последняя отдушина. Такие встречи, они помогают нашим гражданам, собственно говоря, хоть как-то добиться где-то правды. Лично Жириновский займется этими вопросами. Я, как депутат областной думы, буду заниматься.